Первый столичный небоскрёб дома Нернзи в Большом Гнездяковском переулке может быть отреставрирован уже в этом году. Специалисты планируют восстановить художественную роспись и укрепить старинную кирпичную кладку. Марина Булыга с подробностями. Небольшое пятиэтажное здание на 4-й Тверской-Ямской. Блоги кондиционеров беспорядочно висят на фасаде. Тут же лифт, явно переносящий дом 1911 года в стиле позднего модерна в советскую эпоху. Но за всем этим стилистическим и временным каламбуром всё же виден почерк автора, архитектора Эрнста Нернзея. Доходный дом наконец-то стал выявленным объектом культурного наследия. Дом 5, который недавно принят на государственную охрану. Он действительно, наверное, один из самых заметных, потому что в его оформлении, в оформлении фасада использовано майоликовое панно. Фасад здания полностью сохранился. Керамические детали декора были сделаны в мастерской Савы Мамонтова на Абрамцевском заводе. В основу легли рисунки великих русских художников. Михаила Врубеля, Александра Головина, Аполлинария Воснецова. Здесь шли определённые эксперименты. Эксперименты с новыми материалами. В том числе, например, использование железобетона. Около 40 домов архитектора Эрнзея были построены в начале прошлого века. Экспериментировал автор не только с материалами, но и формами. Одним из самых заметных его новаторств — проектирование высоких домов. Москва малоэтажная стала менять свой облик. Слово «небоскрёб» в начале 20 века ещё не было. Поэтому первый дом Эрнзея здесь, в Большом Гнезяковском переулке, был известен в народе как «тучерез», а ещё как «дом холостяков». Строился для одиноких служащих. В планировке не было кухонь. Питаться предлагалось в ресторане на крыше. Она же и прославила этот дом в отечественном кинематографе. В служебном романе здесь происходит первый душевный разговор Калубиной и Новосельцева. А самое высокое здание в Замоскворечье, дом Эрнзея в Климентовском переулке, облюбовали художники. Он, как никто другой, придумал, как можно смотреть на город с такими видами. Потому что всё Замоскворечье лежит, как малина со сливками в чашке перед тобой. Ещё один тучерез сохранился в оружейном переулке. Доходный дом стал переходом от модерна к конструктивизму. Украшательства никакого нету, вычурности никакой нету. Самое главное построить доходный дом, чтобы он приносил прибыль и чтобы в этом доходном доме было максимум удобств для того слоя, для которого он предназначен. Некоторые дома Эрнста-Нернзея утрачены. Их вовремя не внесли в список объектов культурного наследия. Специалисты надеются, что здание на 4-й Тверской-Ямской удастся сохранить, как его больших братьев-тучерезов. Дом Холостяков, кстати, в этом году собирается отреставрировать. Обновят кирпичную кладку, очистят от шпатлёвки художественную роспись стен. И установят новые технические системы.